Здравствуйте дорогие друзья! На связи с вами Куликов Сергей, он же Моряк и это фокусы от моряка.ру Я рад приветствовать вас на моем судне и сегодня вас ожидает очередной обзорчик. Очередной обзорчик очень клевой колоды, которая мне чертовски понравилась. Прежде чем мы перейдем к этому обзорчику, я хочу отдельно поблагодарить автора ресурса Gamblers Pro за то, что подогнал нашему судну эту прикольную колоду. Колода называется Вайсперинг Импс, что расшифровывается как Шепчущие Бесы и эту колоду мы сейчас с вами будем подробно изучать. Итак, друзья, ну что ж, давайте поглядим на эти чудесные картишки, которые я очень рад, что попали ко мне в руки. За это огромное еще раз спасибо Антону, ведущему канала, ой, канала, группы ВКонтакте и одноименного сайта Gamblers Pro. Антон, если слышишь меня, отдельное тебе спасибо. Итак, карты Вайсперинг Импс расшифровываются как Шепчущие Бесы. И здесь надпись такая Gamesters, да, ну то есть как вот есть Gangsters, то есть как вы знаете, Gang это банда, Gangsters член банды, да, но в простонародье Gangster. Также здесь Gamesters, то есть Game это игра, Gamesters, то есть это те, кто играют в игры. И, собственно, здесь эта надпись изображена. Номер 2, как бы это второе издание, красное. Здесь надпись First Quality первая, да, в качестве Playing Cards. Здесь изображение вот таких вот Royal Flash'а для покера. И, собственно, здесь изображение такого Бесенка, который играет с дилером. Но этот маленький проказник держит у себя за спиной пикового туза. Ну, короче, Шулер. Вот такие вот картишки. Здесь надпись Gamesters Playing Cards. Здесь тоже самое. Здесь Крис Челко, то есть это тот, кто является, как я понял, создателем этих карт. Иллюстрация Марка Стуцмана, знакомая, кстати, фамилия, в каких-то картах он нам уже встречался. И здесь, собственно, значит, напечатано в Тайпее от Expert Playing Card Company, да, то есть это уже не та компания, которая нам уже знакома давно, которая печатает карты. То есть это уже другое. То есть это та же самая контура, которая печатает Ноки, которая печатает третьи Ноки, которая печатает Boardwalk. То есть вот по качеству это все то же самое. Ну что ж, вот такая вот здесь рубашечка. Вот такая вот обычная красная рубашка. И здесь надпись вот эта W. Вот этих вот висперинг, наверное, имеется в виду, то, что вот это W впереди и вот это она здесь. Так, ну что ж, давайте откроем. Здесь у нас надпись Gamesters. Также, да, очень прикольно сделано на таком вот этом. И здесь вот изображение. В общем, блин, вот очень классная колода, ребята, прям вообще очень приятно держать ее в руках. Так, внутри ничего нет. Обычная белая коробка. Так, здесь, что примечательное, идет подрезная карта, да. То есть по-хорошему, как бы, карты в казино подрезают, вот подкладывают просто, да, а потом вот это верхнее снимают. Вообще, как бы, карты заточены именно под игры, более чем под фокусы. Так, собственно, здесь вот эта подрезная карта, на которой гласит надпись Trust Everyone, то есть доверяй всем, but always cut the card, но всегда подрезай карты. То есть доверяй всем, но всегда подрезай карты. Это сказал некто Бенни Биньон. То есть вот такая подрезная карта здесь в этой колоде. Далее идем. В этой колоде есть один Джокер, всего один, да, дальше идет уже пиковый туз. То есть мы видим здесь надпись Джокер, Джокер, да, то есть изображение этого Бесенка, надпись GameStars номер 2 и, ну, собственно, такая прикольная картинка, как Бесенок играет в карты с дилером. Давайте сразу посмотрим на рубашку. Рубашечка здесь вот такая вот, то есть такие, ну, как вы видели на коробке, да, на две буквы W, или как там, W, я уж не помню. Вот такой вот красный, такой краповый даже скорее оттенок, с белой буквы. Такой вот Джокер. Туз Пик. Туз Пик вообще шедевральный здесь просто. Обратите внимание, как он классно сделан. То есть здесь изображены вот эти вот самые бесята, которые трубят во все трубы. Здесь надпись сверху Silence is Golden. Молчание золота. Далее у нас здесь идет такая вот изображение, ну, сама пиковая масть, изображение руки, которая держит. Вот стрит, рояль флэш. Вот. И надпись, значит, Wise Peering Imps. Ну, короче, шепчущие бесы. Вот такой вот пиковый туз. Очень прикольно сделан. Прям я кайфую от таких карт, вот от таких картиночек. Так. Ну, собственно, сами карты, да. То есть шрифты здесь маленькие сделаны. И обратите внимание, здесь сделаны еще такие боковые шрифты, да, видите. То есть это для того, чтобы, например, при сдаче карт вы могли легко посмотреть, что это у вас за карта. Как раз вот для игры в покер хорошо подойдет. То есть вот такие вот здесь изображения. Вот, что меня порадовало. Совершенно немножечко отличаются изображения старших карт, да. То есть обратите внимание, совершенно не похожи на стандартные. Красные эти, чуть-чуть красные цвета слегка затемнены и тузы увеличены. Само изображение на тузах по центру масти, да, оно покрупнее. Вот такой вот у нас валет, дама, король, король, дама. Какая-то придушная, да. Валет. И вот такие вот здесь карточки у нас. И, собственно, также черви, да. Вот у нас идут червовые карты. Ну, такие вот они у нас заканчиваются. Вот такие вот карты, друзья, очень крутые. Блин, мне вот реально понравилось. Еще раз спасибо большое Антону. Они пожестче, скажу сразу, да. Ну, то есть тот, кто владел ноками третьими. То есть, ребята, вот это то же самое. То есть, ну, как вот вы знаете, цветные ноки и черные ноки, вот цветные, они пожестче все-таки. Черные они немножко помягче. Так вот эти такие мягенькие, скажем так, как черные третьи ноки. Вот. Ну, конечно, скользят они нормально, все с ними так-то хорошо. То есть, все делается превосходно. Ну, в общем, для игры в покер, например, в тот же. Это вообще прям вот одно удовольствие. Так что эти карты я теперь буду пускать чисто для игр. Вот такие вот прикольные картишки, друзья. Я думаю, они вам понравятся. И кто захочет их прикупить, конечно же, ссылочку на покупку я оставлю в описании к этому видео. Ну что ж, друзья, на связи с вами был Сергей Куликов, он же Моряк. И до следующих встреч наших видео. И пусть боги моря и небес, как прежде, вас хранят. Пока-пока.